Коллеги, Prodexpo 2021 снова на ваших экранах. Рядом со мной наш новый спикер. Здравствуйте, представьте, какую компанию вы представляете? Меня зовут Виктория, я представляю компанию Coco Jammy. Мы производители кокосовой сгущенки на основе кокосового молока. Вместо белого сахара мы используем сироп тупинамбура и кокосовый нектар. Собственно, это наш основной ассортимент. Хотя, кроме этого, еще у нас есть и другие кокосовые десерты, например, как шоколад сырой на кокосовых сливках с чили-перцем. Также мы скоро запускаем что-то подобное на сливочной колбаске, знаете, наше из детства. Только это будет кокосовое молоко, сироп тупинамбура и разные орешки. Будет вариант с арахисом, с кешью, с фундуком. Поэтому развиваемся, ассортимент у нас растет. Но, как еще раз повторюсь, основной ингредиент – это сгущенки. Их всего 8 видов. В основе кокосовое молоко. Из самых популярных, из самых вкусных и мои любимые – это апельсиновое. И важно сказать, что мы делаем сами джем апельсиновый на основе цедры, которую сами снимаем из свежих апельсин. И соком мы делаем джем, все это соединяем, добавляем в сгущенку. Получается просто взрывного вкуса, обалденный десерт. Я прямо сегодня на выставке всем пробовать давала, все, конечно, в восторге. Кроме этого, как вы правильно спросили, у нас, да, есть варенка. У нас есть также, кроме варенки, еще варенка и с грецким орехом. И варенка с соленым арахисом. Также клюквенная. Также у нас есть и классика, конечно, ну, скажем так, стандартная такая, что ли, классическая. И она одна из самых популярных, самых ходовых. Кроме этого, шоколадная, клубничная. Так, и что еще? И все вроде бы, 8, мне кажется, сказала. Да, вот это наш основной ассортимент. Очень сложно продолжать, потому что все, я уже представил эту сгущенку. Да, расскажите, где ваше производство, откуда везутся вам сырье непосредственно, потому что под Питером, к сожалению, не растут, наверное, кокосы. Да, я расскажу, конечно. И начну с того, что мы существуем как компания не так уж и давно, всего полтора года. Но за этот небольшой промежуток времени успели зайти, скажем так, в вот такие сети, как Азбука Вкуса. Работаем и на Зон, и на Вайлберис, и, скажем так, по региональным магазинам небольшим, раскиданы по всей России, и в Казахстан поставки делаем, в Белоруссию. Находимся мы территориально в Санкт-Петербурге, даже, я бы сказала, по Санкт-Петербургам. Наш цех находится в Зеленогорске, в экологичном, таком красивом месте. У нас большой просторный цех, конечно же, подходит под все нормы пищевого производства. Так, следующий вопрос, какой у нас был? Вот Санкт-Петербург. Так, и что еще? Откуда молочко? Откуда у нас было сырье, конечно. Конечно. Так, как я уже сказала, молоко кокосовое в основе, да, у нас это альтернативный продукт, поэтому нет ни казина, ни лактозы, нету белого сахара. Сейчас это очень актуально для многих. Молоко мы используем, я бы сказала, три вида молока мы используем, вот даже вот так. У нас есть два вида жидкого молока и одно молоко сухое, кокосовое. И тоже оно именно веганское. Значит, одно молоко из Вьетнама, другое из Саиланда и сухое молоко у нас из Шри-Ланки. Все, естественно, высокого качества. На молоко из Вьетнама у нас есть даже органический сертификат с евролистом. Кокосовый сахар также с органическим сертификатом. Продукция полностью натуральная, мы не добавляем консервантов, не добавляем сами загустителей. Все то, что с добавками, мы сами обрабатываем, как я и сказала, как и с апельсинами, мы сами закупаем апельсин. Также мы и клюкву закупаем, тоже делаем джем. Орешки мы закупаем исключительно или российского. Вот российский, например, у нас идет грецкий орех, аргентина – это арахис. Все в сыром виде, сами обрабатываем, поджариваем, ножом даже, я бы сказала, все это молим. Мелем, точнее, прошу прощения. И добавляем наши десерты, наши сгущенки. Поэтому это натурпродукт, это ЗОЖ-категория. Поэтому всем советую попробовать. Да, и насколько нужно верить в ваш продукт, то, что во разгар пандемии, когда все закрывается, вы вдруг решили сделать новый, революционный, на гребне волны потребности людей продукт. И в итоге, я так понимаю, не проиграли, раз вы широко представлены. И, я так понимаю, зона покрытия вашей продукции для покупателя, все растет. Ну, начнем с того, что есть тренд на ЗОЖ, и он растет, он еще даже не на пике. Много людей переходит на здоровое питание. Многие не хотят покупать, ну, не в обиду большим компаниям, конечно, кондитерским, но все-таки многие отказываются от сахара, отказываются от лактозы. И очень большое общество сейчас, скажем так, да, организовалось именно по ЗОЖ направлению. Они хотят эти продукты, и поэтому, собственно, и в ритейлах ЗОЖ полки очень активно развиваются. И мы видим, как даже, вот, скажем так, Перекресток тот же самый, да, запустил зеленую свою полку. И, в принципе, в Ашане в том же самом, да, эти полки организуются. И это только начало, потому что производители есть, но полки не такие уж и заставленные, скажем так. То есть это все прям очень-очень тянет, и ритейлы тоже тянут, производители ищут их. И спасибо вот Prodexpo, потому что здесь можно встретиться и сразу показать продукт, сразу дать его попробовать. И вот даже за эти 4 дня, я вам скажу, это такой объем контактов, действительно очень большой интерес к продукции. И даже вроде бы тем магазины, которые, кажется, ну, наверное, дороговато будет, скажем, да, вот для них. Нет, им тоже это интересно, они готовы это брать, потому что есть запрос от покупателей. Я лишь могу пожелать вам удачи и, надеюсь, в следующем году мы снова встретимся. У вас будет уже где-то около 23 видов сгущенки, и вы дадите, наконец-то, нам ее попробовать. Я надеюсь, ритейлеры, конечно, тоже заинтересуются вашим продуктом. Спасибо большое. Спасибо вам огромное.